Добрый день! Мы продолжаем цикл передач Осипов «Последний год в Забайкалье. Итоги». Сегодня второй том из этого цикла. В молодежном сленге существует такой термин. Он звучит так – «закосить под кого-то». То есть некто пытается представить себя не тем, кому является на самом деле, а изображает из себя кого-то другого. Вот и Осипов, видимо, с подачи своих явно обделенных интеллектом политтехнологов, пытается в пиар-целях изобразить из себя некого забайкальца, коренного такого. Косит под забайкальцем. Что, правда, вполне в его духе, так как у Осипова все построено на трех П – пиар, позерство и пустозвонство. Итак, совсем недавно, видимо, находясь под воздействием некоторых неизвестных нам флюидов, Осипов выдал следующую жемчужину эпистолярного творчества. Вот я процитирую выдержки из нее. «Общаюсь с забайкальцами, – пишет он, – убеждаюсь в том, что у нас уникальный язык. У нас. Наши земляки, кем он земляк, используют забайкальские термины такие. Ну, говорит, ты маяточка, бравенький, чаевать и так дальше. Сейчас, продолжая Тосипов, нахожусь с нашими ребятами за ленточкой. Ну, что он имеет в виду под ленточкой, мне надо сказать достаточно основным, но за ленточкой. Наши части, это у него части появились, отлично справляются с поставленной задачей. Ребята здесь, на передовой, всегда чувствуют, когда мы едины. При общении своих, своих приобщений, слышно по говору, вот так, и вносят предложение. Давайте выберем, давайте соберем, извините, собственную азбуку забайкальцев. Вот так. Какие первые? Я не раз уже наблюдал за реакцией забайкальцев на изречение Осипова. Как правило, они сводятся к трем проявлениям, очень характерным. У одних это гомерический хохот, другие делают пасы рукой возле виска, третьи просто переходят на обсценную, ну, то есть матерную лексику. Вот таким вот образом. Но, между тем, вот данная жемчужина очень характерна по ряду моментов. Давайте разберемся. Первое. Осипов и его политтехнологи явно считают, что туземцы, ну, то есть забайкальцы, разговаривают на подобном языке, ну, вот азбуку, которую он собирается собрать. Второе. Осипов пытается представить себя, закосить под забайкальцев. Вот обратите внимание на эти короткие, но выражения, они здесь присутствуют. У нас уникальный язык. Ну, в очередь, по-моему, это точно уникальный. Наши земляки с нашими ребятами, мы едины своих. Слышно по говору. Ну, видимо, своих он имеет в виду Неверова, Бадачана, Баранеску, ну, кого-то из этой компании. И третье. Обратите внимание, он говорит, здесь, на передовой, куда их с сапожником так и тянет, на передовую. Пули свистят над головой, правда, в нее не попадают. Снаряды проносятся над ней уже. А он вот с ребятами общается и определяет их по голову. Ну, что ж, если Осипу хочется собрать собственную азбуку Забайкаля, то так тому и быть. И впредь, выполняя его пожелания, я со своей стороны буду именовать Осипа не греческим, Зевсом, а по Забайкальской. Ты мояточка и бравенький наш. Вот так. Кстати, если бы бравенький наш обратился бы к нам в редакцию ЗабТВ, мы помогли бы ему собрать не только азбуку, но и букварь Забайкальца. И тогда бы Александр Михайлович мог бы произносить не только звуки по-забайкальски, но и отдельные целые предложения. И бравенький, восставшийся у него до ухода время, мог бы переучить чиновников в краевом правительстве. Ну вот, например, скажем, выражение неудовольствия работой в чиновниках. Каким он словам только не прибегает, как он только, начиная с момента появления здесь этих чиновников несчастных, не кроет и так далее. А вот по-забайкальски это могло бы звучать следующим образом. Вот такая фраза. Ты, паря, кого делаешь-то? И все становится на свои места. Однако вернемся с небес на землю. Причем на землю в буквальном смысле слова. Недавно заслуженный консессионер Забайкалья, господин Неверов, поведал следующее. Почему возникают проблемы по школе будущего в Каштаке? Оказывается, земля, где запроектировано строительство стадиона, вот этой школы, состоит, как он выразился, из промерзшего ила. Ну, я не берусь назвать геологическую субстанцию, соответствующую термину Неверову, но вот так, промерзший ил. И Неверов так это очень образно написал это и напоминает желе в холодильнике. И он отметил, что стадион может уплыть. Вот правда, замечательно. Промерзший ил, желе в холодильнике. Обнаружили на момент завершения строительства. А вот у меня возникает в связи с этим целый ряд вопросов, связанных со строителем, с тем, что происходит у нас в области строительной комплексы. А вопросы вот какие. Неверов говорит о том, что стадион запроектирован на вот этом желе. А вот сама школа, она тоже находится на Неверовском желе. Она тоже там стоит, на этом желе? А когда вот проектировали, что было с инженерными изысканиями, с геологией или обошлись с геологией? Где в это время находился контроль за строительством? Это что происходило в этой части? Может быть, господин Неверов с Осипом и газопровод сейчас укладывают в желе, что весьма вероятно по тем кадрам, которые мы видели. А у газопровода есть трассировка? Земляотвод есть? Проект, наконец, есть или нет? А по этой трассе с геологией-то как? Когда, кто и где проводил изыскания? Уплыть-то может ведь не только стадион, а кое-что и поболее. Причем я и не удивляюсь, что это возможно. Если уж на строительстве краевой детской клинической больницы 70 из 150 опор не соответствует нормативам, бетон, то можно обо всем остальном даже и не говорить. Если нет надлежащего контроля при выдаче разрешения на строительство, если нет надлежащего контроля за ходом строительства, то уплыть может все, что угодно. И я просто не понимаю, что в Забайкале власти испытывают настойчивое желание организовать ЧП федерального масштаба. Я просто не понимаю, как в строительной отрасли могут происходить такие явления. Правда, вот это ЧП, оно не сразу возможно. А когда уже в крае не будет ни Осипова, ни Неверова, ни подрядчиков. Ну, кстати, о подрядчиках. Как замечательно наш Бравенький вместе с Сапожниковым. Их подбирают. Вот Краевая детская клиническая больница. Это дом 2000 подрядчик из Бурятии. А за ними шлейф всевозможных изысков. Вот посмотрите, парк угольщиков. Его возвел, просто возвел господин Бадасян, имеющий судимость за уголовное преступление. И который общается с журналистами с помощью лопаты. Ну, обходится, правда, без уникального осиповского языка. Точно так же оказывается засекреченный по школе будущего господин Баранеско. Ну, газопровод там вообще непонятно, кто делает, что делает. Ни баннеров, ни подрядчиков, которые там. Их нигде нет, они никому неизвестны. И вот у меня возникает такой вопрос. А не для того ли наш Бравенький, так вот, работает госэкспертиза? Не потому ли в крае, в органах управления и контроля строительной отрасли уголовные дела плодятся, как грибы после дождя? Я надеюсь, что с помощью правоохранительных органов общественность Забайкалия и федеральный центр получат на эти вопросы, наконец, ответ. Ну, а мы в следующих передачах расскажем о дальнейшей деятельности нашего Бравенького, об итогах его замечательного правления. Таймер включен, обратный отсчет запущен. Всего вам доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова